Всем привет! С вами Сергей Проекспо. Сегодня книга, я ее прослушал в аудио формате, она существует в бумажном варианте. Вот, вышла она издать от IST, называется она «Летать или бояться». Автор Стивен Кинг, но на самом деле это сборник, там несколько авторов. Вот один из составителей был Стивен Кинг, и там было его произведение. И этот сборник меня потряс. Вот на самом деле, довольно мало книг в жанре ужасов или таких жестких книг, триллеров мистических, которые заставляют и вызывают у меня жуткие эмоции, заставляют возвращаться к ним или закладывают что-то во мне, вот этот страх. Вот этот страх авторам удалось заложить во мне. Вот действительно, я летал на самолетах, я летал довольно много, я тоже, как и все, хлопал, когда мы приземлялись, я тоже, как и все, трясся, когда вот эта турбулентность была и так далее. Но на самом деле, прочитав эту книгу, эти рассказы, которые очень разные, где-то слабые, где-то сильные, но все цепляющие тем, что они поднимают разные степени страха, разные ужасы, которые могут с нами произойти в самолете, в полетах. Тут есть и страх соседа, который сидит рядом с тобой. Вот что у него в голове? Вы летите в коробке на сумасшедшей высоте, а вот что, как делать, если вот он внезапно вот свихнется, как выжить? Что делать, если происходит убийство в замкнутом пространстве, в туалете самолета? Вот произошло убийство, и вот как это расследовать, если даже дверь замкнута изнутри? Есть и такой рассказ. А как вам насчет рассказа, который самолет, который перевозит груз, где очень много гробов, и там начинается какое-то шевеление, какие-то звуки, и это тоже очень-очень будоражит? Есть какие-то непонятные, казалось бы, истории, истории, связанные с воздушными существами, которые летают там в небе, которые вот, казалось бы, но опять же, история написана очень давно, там даже будет история от Конана Дойла. Есть истории про страх вообще, как таковой страх вообще взлететь, вот как там выжить. Потрясающая история в стихах про падающую девушку из самолета, вот когда она летит вниз, да вообще вот этот страх, когда вот что-то случится с самолетом, и начинают падать, там сколько-то минут будет это падение, что в этот момент будут думать люди, какие эмоции, это все страшно. Мы знаем, что самолет довольно надежное средство, да, и что погибнуть под колесами автомобиля более вероятно, чем погибнуть в авиакатастрофе. Каждая катастрофа все равно авиа для нас это шок. Когда она происходит, это редчайшее событие, но оно все равно печаль, потому что в основном погибают все, это очень страшно, да, и вот этот страх обыгрывают авторы, обыгрывают по-разному. Где-то вводят мистический элемент, фантастический элемент, где-то просто играют на нервах читателя и просто нагоняют атмосферу, вот этот ужас, вот эту ситуацию, когда от тебя ничего не зависит. Когда ты летишь в самолете, и ты доверяешь свою жизнь пилоту, да, незнакомому для тебя человеку, вот хватит ли ему мастерства, получится ли ему включить автопилот, еще какие-то такие вопросы. Кстати, в предисловиях каждому рассказу там и Стивен Кинг, и составитель сборника будут нагнетать все эти вопросы, почему они выбрали, например, это произведение сюда включили. Тут будет и Джо Хилл, например, тоже с хорошим рассказом. И Устина Кинга здесь тоже потрясающе, причем даже концовка очень-очень необычная, неожиданная от автора. И, в общем, я реально полюбил этот сборник, потому что, с одной стороны, я его ненавижу за то, что он заставил меня бояться, и сейчас у меня, я не знаю, когда будет моя следующая поездка на самолете, и как это все аукнется во мне. Но, с другой стороны, я его полюбил за то, что он действительно поднял у меня такие эмоции, поднял такие чувства, и заставил переосмысливать, внимательнее посмотреть к окружающему миру, да, и что-то переосмыслить, ценность жизни, ценность отношений и прочее. Необычно, неожиданно, вот, и поэтому этот сборник смело можно порекомендовать всем, кто хочет пощекотать себя нервы. Это действительно немного изменит вашу жизнь, ну, по крайней мере, вы точно будете по-другому относиться к полетам на самолете. Читайте хорошие книги, с вами был Сергей, проект По. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok